Перечисляю деньги с TransferGo лично и очень рекомендую вам. Главный офис Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание! Теперь первый перевод по ссылке не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики полезных. Как стать дальнобойщиком в Канаде. Поэтому это будет видео короткое, содержательное, без воды. Но прежде чем мы продолжим, я вам должен сказать, что на моем канале, кто не знает, вы можете найти всю информацию, как стать дальнобойщиком в Европе. Я этот путь прошел лично, там с самого начала, даже если у вас нет прав и нет опыта, до того, как самостоятельно найти работу. Все это, естественно, абсолютно бесплатно. Визы, права, код 95 и все остальное. Итак, в прошлом полезном видео мы с вами разобрали, как подготовиться к выездной сессии. Да, что лучше говорить. Я оставлял на эту ссылку, где они проходят, как их искать. Так, сейчас мы разберем с вами, какие документы, берем опять поверхностно, какие документы вы должны принести на эту самую выездную сессию. Кто не в курсе о чем, можете посмотреть плейлист. Ссылочка тоже будет в описании, там все будет разобрано. Да, и здесь я вам рассказываю, какие документы вам же все-таки нужно принести. Стоит оговориться сразу, что все, что я буду говорить, абсолютно вся информация, которую я буду говорить, что принести должна быть на английском языке. Здесь очень важно, как заверять перевод. Называется Holy War. Когда я еще сам подготовился, было очень много тем на форумах, всеразличных, что люди одни писали обязательно с нотариусом, другие писали обязательно нет. Третьи писали лучше перестраховаться и заплатить нотариуса за заверение. Я вам говорю 100%, как это было у меня. Не нужно бояться слушать. Я, наверное, это больше из-за денег сделал и не заверял все у нотариуса. Вы можете, если хотите, делать с заверением. До сих пор по этому поводу идут куча-куча споров. Я прошел все пути иммиграции. Лично ни одного документа, заверенного нотариусом, не было. Просто вам достаточно найти сертифицированного переводчика, который вам могут поставить печать переводческого агентства. Они это знают, как это делается. Вот, ребята, это вот такие вот документы. У меня здесь очень огромное количество. Их я не буду вам все показывать. То есть все переводы. Там еще куча папок. Я вам покажу только то, что я хотел показать сзади. Наверное, я даже закрою, чтобы вам не было рекламы, чтобы вы не думали, что это реклама. Вот так это выглядит сзади. Вот так. То есть что здесь написано? Что здесь на украинском языке? Проеклад своего документа из украинской мовы на английскую мову выконано таким-то там бюро. Телефон и все-все, и переводчик. То же самое продублировано на английском языке с печатями. Это все. Вы, конечно, можете заморочиться, повторюсь, да, сделать, но я считаю этого вполне достаточно. Я в этом уже убедился. Обязательно, обязательно программа эмиграции требует образования. Образование это послешкольное или хотя бы полных 11 классов. Но у вас больше шансов, если вы хотя бы какой-то колледж заканчивали, ПТУ, университет, естественно. То есть образование. Тут тоже очень важно сказать, есть такое ВЭС, подтверждение вашего диплома. Если вы идете по программе провинции, то вам это не нужно. Вроде бы в Нью-Брансвике требуют, но не всегда. Вы смотрите, то есть если есть обязательное требование подтверждения диплома, тогда да, если просто диплом, то достаточно вот такого перевода, как я вам показал. Переводил я все, и само свидетельство, и аттестат, в общем, все-все переводил. По-моему, ничего не пригодилось, кроме университета, тем не менее. Дальше вам обязательно нужна работа, и возможно, я имею в виду, что ваши подтверждения о работе, например, это такой-то, такой-то, работал у нас такого-то, такое-то, на такой-то должности. Я с вами, поскольку это отдельная обширная тема, у меня есть что вам рассказать на тему составления резюме и CV, которое cover letter называется, как сопроводительное письмо, то я запишу, возможно, даже сейчас я это закончу, и запишу вам следующее видео отдельно, где я покажу вам, где я делал резюме, и это же сопроводительное письмо, что это вообще такое. Я не претендую на то, что это будет супер полезная для вас информация, но если у вас нет никакого резюме этого сопроводительного письма, то, думаю, тогда я вам смогу помочь этим, поскольку я сам искал на просторах интернета, но это, да, другой вопрос. Если у вас есть какие-то грамоты, я не знаю, как бы сотрудник месяца или что-то в этом роде, главное, покажите людям, что вы хороший человек, как бы вот так вот, да, если будет два одинаковых претендента на одну позицию, я думаю, что вы сами понимаете, если человек с большими характеристиками, с лучшими рекомендациями, то он, скорее всего, имеет больше шанс устроиться, попасть на эту работу. Поэтому справки с работы, где я работал, если у вас такие есть, особенно, если это касается, возьмем водитель-дальнобойщик, особенно вам прям необходимы такие справки с работ с предыдущих, но это мы, когда я буду делать видео, опять же, возможно, сейчас я его запишу, как доказать свой опыт работы, мы это детально разберем. Так, вам обязательно нужен английский язык, то бишь вам нужен экзамен IELTS или TOEFL, разное, я сдавал IELTS, у меня есть видео, опять же, можете поискать, как я готовился, как я его сдавал, и все это делал, опять же, самостоятельно, там есть ссылки на скачивание, как я начинал учить, никакой рекламы, просто как я учил. Либо, либо вы можете сделать, как сделал я, хотя тогда было требование английский язык, я написал сопроводительное письмо, в смысле IELTS, я написал, что вот у меня есть чек, я записался 2 или 3 недели после того, как у меня было собеседование, я ехал без IELTS, но с подтвержденной оплатой, что я буду сдавать экзамен. У меня тогда сразу же сказали мне, что вот у тебя есть такая-то дата, например, экзамен был 21, сказали, там, 25, если ты мне высылаешь свой экзамен IELTS, то до следующего года мы с тобой прощаемся. Возьмите обязательно справку из банка, не нужно брать там в состоянии, ну, хотите, можете взять, да, например, в приватбанке, это просто распечатывается движение средств по счету, это не проблема. Я тогда показывал основные деньги со своего польского банка, у меня был Raytheisen, Полбанк, там лежали деньги, и также с украинского, то есть им не помешают, они должны видеть, что вы состоятельный человек, вы в состоянии эмигрировать, в том числе мы тогда, уже купили нашу новую квартиру еще в Киеве, то есть я показывал все документы на недвижимость, ее примерно оценочная стоимость мы делали, и нашу Бердянскую квартиру, то есть все покажите, что вы можете, у вас есть деньги, поэтому, как бы, как вы еще можете доказать, не знаю, там, машину, например, да, ну что-нибудь, это я не говорю, что это будут требовать, но вы, когда будете разговаривать с эмиграционным офицером, с эмиграционным офицером будете разговаривать, у меня проходила беседа, то я просто, как бы, сам себе, как сейчас я читаю вот напоминание, так я брал эти бумажки, перекладывал, говорю, вот, смотрите, вот я могу продать квартиру, вот она сколько-то денег, вот у меня есть сколько-то на счету, вот я здесь работал, и она разговаривала с вами, когда, то есть это все пригодится, переводите, в принципе, документы все, я последнюю себе сделал заметку, это свидетельство о браке и рождении, я переводил все, оно стоит, но не так и много, можно перевести, и, естественно, не забудьте свой паспорт, естественно, это обязательно должен быть, такое еще требование, по крайней мере, у Манитобы, знаете, у меня товарища отказали, я все жду с ним встречи, я вам запишу прекраснейшее видео, прекраснейшее интервью с ним, который шел долго, долгим и тяжелым путем, но все-таки получил документы и живет в Канаде, они, как бы, например, по провинции Манитоба, они сразу вас отсеивают, если вы были, жили где-то в Канаде до этого, не в Манитобе имеется в виду, мой товарищ, о котором я говорю, к примеру, он жил год в Британской Колумбе, и они его даже не рассматривали, на этом все, ребят, я вам рассказал, просто хотя бы самое-самое главное, общие вопросы, какие брать документы, на каком языке, переводить, не переводить, нотариус, не нотариус, деньги, в следующем видео, которое вы увидите через несколько дней или через неделю, я вам расскажу, как доказать опыт работы, вот прямо сейчас вам буду записывать, пока есть время, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, тогда вы будете знать, что видео вышло новое, ну и будут вопросы какие-то по теме, задавайте, постараюсь ответить, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова